Само слово киллер пришло к нам из английского языка, во времена расцвета деятельности преступных группировок 90-х. У каждой банды был свой ликвидатор, услуги которого оплачивались по высшему тарифу. Ведь люди этой устрашающей профессии требовались всегда, когда речь шла об устранении неугодных, конкурентов, свидетелей, слишком дотошных следователей. Кто шел работать палачом, бросив прежние занятия? Какими профессиями владели грозные штатные убийцы? Олег Михайлов. Хохол. Выходец из Михайловского ПГ. Олег Михайлов достаточно долго послужил и Ореховским, их лидерам Бутурину Сергею и братьям Пылевым. Главари держали Михайлова отдельно от остальных участников банды, стараясь не светить лишний раз своего особого сотрудника. Привлекался Хохол только к разовым акциям, при этом жил на постоянную зарплату. Расправлялся он по приказу со всеми неугодными, бизнесменами, конкурентами, напарниками по группировке, криминальными авторитетами. Как и многие киллеры того времени, Михайлов вернулся после службы в ВДВ домой, в Украину, и не смог найти себе применение. Ему пришлось ехать в Москву на заработки, чтобы хоть как-то обеспечивать семью. А там он и влился в медеоткосского ОПГ. После ареста лидеров Хохол залег на дно, и о нем оперативники даже не подозревали. Пока в 2003 году Михайлов не явился с повинной. Следствие сумело доказать 11 убийств. Суд приговорил бывшего киллера к пожизненному заключению, которое тот отбывает на острове Огненной, в колонии, называемой Вологодский пятак. Марат Полянский. Еще один киллер Альяновских. Пришел в банду за легким заработком. Стал телохранителем главаря группировки Осипу Торина. Кроме того, работал убийцей. Убирал конкурентов, свидетелей, даже собственных соратников, когда они становились ненужными. Принимал участие в ликвидации Салоника и Атари Контришвили. Был задержан в 2001 году в Испании. В 2013 году Марат Полянский получил 6 лет колонии за 11 убийств. Это был второй приговор. Ранее его судили на 17 лет за 4 убийства. Всего ему предстоит отсидеть 23 года в колонии строгого режима. В ходе расследования Полянский шел над сотрудничеством. До своей криминальной жизни Марат окончил военно-космическую академию по специальности инженер-математик. И должен был пойти на работу в НИИ ядерных исследований. Мизерная зарплата его не устраивала. Поэтому Полянский нашел себе работу инструктором по стрельбе. Там он и познакомился со своей будущей звездочкой, работодателем, Сергеем Бутуриным, оси, лидером Ореховских. Евгений Игнаткин Палыч Женя Донецкий, киллер которого называли украинским салонником. Участвовал в группировке, возглавляемой ужгородским авторитетом Эдуардом Маркушем Дурсманом. Мастер маскировки, Игнаткин умело перевоплощался в разных персонажей. Рабочего алкоголика и даже симпатичную женщину. Одновременно снимал несколько квартир. И в каждой ночевал только один раз. Никогда не оставлял после себя следов. Чем сильно осложнил сотрудникам правоохранительных органов их работу. Работал не только в Украине. Выезжал в командировки в Венгрию, Россию и другие страны. С ранних лет занимался хоккеем. После школы закончил университет. И устоялся работать тренером по хоккею в детско-юношескую спортивную школу. В 2000 году его задержали в Праге. Отправили в Украину только в 2004. Следствие сумело доказать только 9 убийств. А также его участие в ряде покушений. Суд отправил его на 15 лет в тюрьму. Из которых 5 он уже отсидел в Праге. На свободу Игнаткин вышел в 2015 году. Анатолий Радченко. Челентано. Анатолий Радченко пришел в Ленинскую ОПГ в 1992 году. Он стал бригадиром киллеров одной из самых влиятельных группировок Новосибирска 90-х. Устранял неугодных участников банды. Конкурентов, чиновников. Всех, кто мешал Александру Трунову. Главарю ОПГ. Делать свои темные дела. Интересно, что Радченко не считал свою работу призванием. Он регулярно посещал церковь и молился. Планируя вскоре уйти из банды. В 2014 году в Австрии Радченко, находившийся в международном розыске, был задержан. В 2015 году он был экстрадирован в России. И помещен в СИЗО Новосибирска. До своего участия в ОПГ в юности увлекался спортом и единоборствами. В 20 лет занялся бизнесом. Перегонял автомобили и сдавал недвижимость в аренду. Затем к своей предпринимательской деятельности добавил такое вот кровавое хобби. Сергей Фролов, Болтон, Ореховский штатный киллер, влившийся в группировку одновременно с Игорем Сосновским. Впоследствии они часто работали в паре. Ликвидировал предпринимателей, отказавшихся платить дань, и свидетелей по заведенным уголовным делам. Более 18 лет его выслеживали оперативники. Вплоть до 2015 года. В настоящее время пребывают в статусе обвиняемого, знакомятся с материалами завершенного расследования и готовятся предстать перед судом. Следствие обвиняет его в 16 убийствах, а также в трех эпизодах участия в качестве подельника, Сосновского, он же Чипит. До того, как стать киллером, Фролов служил армейским связистом. Какое-то время после этого работал на заводе. Игорь Сосновский, Чипит, киллер Ореховского ПГ, пришедший по рекомендации Олега Пронина. Всего на его счету 16 доказанных убийств, а также обвинения в пяти покушениях и незаконной торговле оружием. Работал на боссов за ежемесячную зарплату, выплачиваемую строго в валюте. Находился в розыске целых 17 лет. Своё преступление совершал дерзко и демонстративно, прямо средь бела дня. До того, как встать на криминальный путь, Сосновский работал санинструктором в десантных войсках, затем шахтёром. В 2017 году суд приговорил Чипита к 18 годам и 8 месяцам тюремного срока. Олег Пронин, Аль Капуна, воспитанник Александра Пустовалова, осуждённый за 22 доказанных убийства, состоял в Ореховской ОПГ под управлением могучего Сильвестра. Наставник Пустовалов, Саша Солдат, научил его о заммаскировке, которую Пронин часто использовал в своей работе. Именно он несколько дней лежал под забором, в грязи изображая бомжа, чтобы в итоге совершить убийство следователя прокуратуры Юрия Кирезя, слишком близко подобравшегося к деятельности Ореховских. В качестве клички киллер выбрал фамилию знаменитого американского гангстера. Сам он когда-то был бойцом спецназа. Потом выбрал из себя криминальную дорогу, начав с разбоя и крышевания напёрсточников. В 2014 году был осуждён и отправлен в колонию на 24 года. Алексей Шерстобитов, Лёша Солдат, штатный киллер Ореховских и Медведковских, непревзойдённый мастер маскировки. Долгое время органы правопорядка думали, что имеют дело не с одним, а с бригадой киллеров. Следствие смогло доказать 12 убийств и покушений, совершённых Шерстобитовым. В 2008 году был приговорён к 23 годам тюремного заключения со строгим режимом. Алексей с детства дружил со спортом, играл в футбольной команде, но карьеру свою видел исключительно в военном деле. Его предки по отцовской линии были потомственными офицерами – отец, дед, прадед. Алексей тоже мечтал о службе в армии. Образование он получил в высшем училище железнодорожных войск и военных сообщений. К 92 году у Шерстобитова уже было офицерское звание, но поскольку у военных дела совсем были плохи, он уволился из армии. Потом Алексей попытался найти себе работу. Устроился на московскую железную дорогу, но вскоре ушёл. Затем организовал свой бизнес, но прогорел. В итоге, не нашедший себе мирного применения, потомственный военный встал на службу уже у криминальных авторитетов. Александр Пустовалов, Саша Солдат, знаменитый киллер Ореховского ПГ, на совести которого 22 доказанных убийства. Его жертвами были криминальные лидеры и авторитеты, сотрудники правоохранительных органов и киллер Кургановских Александр Солоник. Был приговорён судом к 23 годам тюремного заключения, затем к 24, с учётом уже отбытового. Александр Пустовалов занимался дзюдо. Имел разряд, состоял в народной дружине. Окончил музыкальную школу. После восьми классов пошёл работать на завод имени Хрущёва. В начале девяностых проходил службу в армии, в морской пехоте. Деда служился до старшины. После службы стремился попасть в милицию, спецназ или ОМОН. Но без высшего образования его нигде не взяли. Патрульная постовая служба его не привлекала. Не реализовав свой боевой потенциал на благо Родины, он растратил его на благо организованной преступности. Александр Солоник. Валерьяныч Саша Македонский. Легендарный киллер Курганского ПГ. Способный выключиться из любой сложной ситуации. За его душу десятки убийств, включая авторитетов и воров в законе. Совершил три весьма дерзких побега. В том числе из тюрьмы, славящейся своей неприступностью матросской тишины. В уголовном деле, заведенном на Солоника, содержится 30 криминальных эпизодов. Среди них убийство о равзаконе Виктора Никифорова, Калина, приемного сына Япончика. И убийство Владислава Ванра, Бабона, возглавлявшего Бауманского ПГ. Был ликвидирован коллегой по цеху, Пустоваловым, Сашей Солдатом, в 97-м году. В своей жизни до криминала Александр Солоник окончил школу и строительный технику. Затем он отправился служить в армию, где зарекомендовал себя как меткий стрелок. После службы пытался пойти работать в милицию. Устроился в патрульно-постовое отделение и поступил в высшую милицейскую школу. Но оттуда его выгнали из-за тайного романа. Тогда Солоник ухватился за предложение поработать могильщиком на местном кладбище. Именно там он повстречался с будущими своими работодателями и лидерами Курганского ПГ.